Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы вновь на нашей программе «Диалог под часами», как я и мечтал в нашей студии, мы будем сегодня беседовать опять с Виктором Владимировичем Оксючицем, философом христианским и политологом. Здравствуйте, дорогой Виктор Владимирович! Здравствуйте, Владислав Воскресе! Вот, а какую тему Вы можете нам нынче предложить? Я Вам могу предложить нашу с Вами тему. Нашу с Вами? Да, потому что вышла книжка, называется «Русский мир. О нашей национальной идее». То есть о русской идее. Авторами этой книги издатель и автор Нарочницкая Наталья, затем доктор Александр Недоступ, гениальный совершенно врач, тоже мой товарищ. Знаете, написано «Притерея Дмитрия Смирнов». Да быть не может. Серьезно, а Вы не знаете? Я такую книжку не видал и даже не слыхал, что такая существует. Вот мы с Вами авторы одного сборника. Интересно. Ну, хорошо хоть в конце, потому что я... Они, наверное, Пауфаеву это просто назвали. Я даже... Интересно. Спасение русского народа. А, это, видимо, какая-то речь. Интересно. Ну, очень интересно было почитать Вас. Да? Да, да, да. Там есть что-то... Да, безусловно. А иначе еще публиковали бы. Конечно. Интересно. И Наталья совершенно права. Я с энтузиазмом прочитал. А все, что Вы вещаете, это очень интересно и актуально. Ну, я вот даже не помню, где это сказано и когда. Все, почитайте вечером, перед сном себя. Ну, что ж. Ну, тема-то актуальнейшая вообще. Что такое русская идея? Это актуальнейшая тема. Вот я бы с радостью пообщался с Вами на эту тему. Ну, русская идея, она такая, как... Вот, если об этом говорить, я не знаю, соответственно, для того, что я дальше сказал, вдруг там... Ну, я так иногда об этом размышляю, и то, что у нас в русской философской литературе об этом сказано, я когда-то прочел. То есть у меня есть некое такое впечатление. Ну, вот в данный момент я ощущаю, что эта русская наша идея, она сокрыта под обломками Советской империи. Советской идеологии. Да. И вот никак не может... Какие-то вот расточки отдельные проявляются, по которым можно восстановить. Потому что, к сожалению, большинство наших людей, русских, они, конечно, старые книги, которым по 100-150 лет, к сожалению, не читают. Ну, во-первых, это сложные тексты. Во-вторых, все-таки такая философия, это, ну, как говорится, имеет всегда свой срок, хотя всегда философ, он некоторым образом время опережает. Вот, и поэтому вот нашелся бы какой-нибудь аксючец, чтобы это сформулировал вот на полстранички вот такого формата. Я думаю, это было бы очень... возымело бы действие. Вот как-то на людей это подействовало. Потому что вот сейчас такое у бедных людей, ну, такая привычка, это именуется клиповое сознание, что вот если тот человек, который угадывает вот какую-то такую формулу, сразу человек на нее откликается. Ну, как вот, я не знаю, в других народах есть такое море пословиц и поговорок? Да, пожалуй, нет. Я подозреваю, что нет. Все надо у специалистов спросить. Я теперь спрашиваю все у специалистов. И вот как раз вот эти пословицы и поговорки, они содержат в себе это. Отношение к явлениям, отношение к человеку, отношение... И причем довольно свободные такие высказания, без всяких таких идеологических шорт, там может и юмор присутствовать, и сарказм, и очень, так сказать, такой, ну, как бы, емкий такой сосуд. И вот я считаю, что много говорится и очень ценных вещей. Вот я очень люблю нашего патриарха слушать, его чеканные совершенно такие формулы. Но все равно для большинства они сложны. А вот если бы достичь такой вот простоты, которая была, ну, понятна всем. Как вот, понимаете, как вот мне говорили, что англичанин не понимает сказку о яичке, которая упала и разбилась. Вот переводи на английский сколько хочешь, а про курочку рябу он и что тут такого? Ну, яичко упало, упало и разбилось. Что в этом такого? А ведь вот если уж на чем воспитан русский человек, это на курочке рябе. Это мы как-то ощущаем, что вот этот действительно текст, он содержится в некий архетип, тоже нуждается в расшифровке. Вот так же и с русским миром. Вот что такое русскос? Конечно, это есть то, что Евангелие, на самом деле, отложило в сердце русского человека. Вот что. Иначе он вообще никому не нужен. Без Евангелия русский мир не нужен. Все вот наши ценности, вот наши семейные ценности, но это же христианские семейные ценности. Это ценность именно домашней церкви. Этот человек через семью, которую он строил, он воспринимает и церковь, который строится из семей. А что такое государство? Государство – это вот есть такой аппарат, который все охраняет, который дает возможность развиваться. Умные люди собираются и думают, как… Вот есть задача. Как мне один мой друг, царством небесным, он сказал, я поверю, что что-то изменилось в России только тогда, когда увижу на улице частную сапожную мастерскую. То есть он говорил о малом бизнесе. Он сказал это лет 25 назад, при самой заре, так сказать, перестройки. Когда вот человек умеет сапоги чинить и точать, и вот он, и никто его не трогает. Не говорит, а у тебя вот расстояние от окна, там, до туалета, оно вот не то. Потому что в любых странах, куда бы ты ни приехал, этот туалет может быть на третьем этаже, там, на четвертом. Никто там не говорит тебе узко, широко. И вот это все, вот эти нормы. Люди живут и делают. Пришел, сапог принес, унес, заплатил, сколько договорились. И все. Тот он, ну, что-то отчисляет там в муниципальный округ. И все. И вообще никогда не знает в лицо никаких налоговых инспекторов. Все это само, все, оно идет, люди живут. И вот русская идея, когда творческая душа русского человека, она творит. А те люди, которые взялись ему служить как государство, те день и ночь думают, как ему, кому молоток поднести, кому в Японии купить особую для него дрель. Да чтоб это было дешево. Не чтоб на нем нажиться, а чтоб дать ему расцвести. Ведь это что такое? Плодитесь, размножайтесь, украшайте землю. Это ведь первая заповедь Божия. Вот. Воля. Для творчества, для жизни и для процветания. Вот. И это вот такая мечта о таком рае, она в русском человеке сидит. И это у нас, ну, никогда не было. Русский человек, я уж не знаю, с какого там времени, может, во времена князя Красное Солнышко, тысячу лет со дня кончины, нынче празднуем, целый год, было по-другому. Потому что, ну, никакого правителя Руси Красным Солнышком не называли. То есть, в этом, ну, такая любовь, такое почтение, вот, что он стал христианином, и вот как-то по-христиански все старался устроить. Нищих там кормил, смертную казнь отменил. Это в X веке, там, в начале XI. Ну, это же совершенно потрясающая вещь. Что духовенство уговаривало, что нет, так не надо делать. Вот, сейчас совсем, времена еще совсем не те, когда можно это вообще отменять. Ты что, разбойников тут разведешь, они нам устроят. Вот. Ну, как человек глубоко воспринял. И вот, вот есть в народе такая мечта о справедливости, о добром отношении. Ну, чтобы не было такого, чтобы за две пачки масла старуху, так сказать, довести до того, что она умерла от инфаркта в отделении милиции. Ну, это же совершенно человек выпал из всякого понятия. И вот это же надо в школе преподавать. А не галочки ставить перед ей «Е», «Да, нет», «Да, нет», «Да, нет». Что все-таки главное – это хороший человек или плохой. Добрый или злой. Щедрый или жадный. Вот, вот что главное. Вот что содержится внутри народа. Очень глубоко. Да. Извините, что так долго. Нет, так... Я, собственно, вас позвал для всех, для другого. Очень, так сказать, волнует все, что я слышу. Вот. Идея-то как раз и является идеалом. Поэтому вот как бы как идеал он ведет, с одной стороны, но с другой стороны, вряд ли есть какой-то период, когда он полностью реализован. Вот. Вот я написал свою работу «Русская идея» в 85-м году. Она опубликовалась в эмигрантских изданиях. В 92-м году впервые была в сокращенном виде опубликована в журнале «Москва». И вот с тех пор первое ее издание, такое в книжном варианте. Вот буду рад, если тоже почитаете. Про что делать? Так вот, ну, чтобы попроще, вот я как бы с аналогии начну. Понятно, что каждый человек в своем поведении, не в рефлексивных каких-то вот поесть там, а вот в строении своей жизни, в устроении своей жизни, он, конечно, обдумывает ее, он ставит перед собой какие-то цели, и он руководствуется какими-то нормами, какими-то идеалами. И в принципе, чем человек более развит, духовно, нравственно, интеллектуально, творчески, тем вот сам идеал его жизни становится, выкристаллизовывается все больше и больше, становится более понятным и, соответственно, для него... Если кто-то занимается процессом этой выкристаллизации, а самое мощное орудие, которое можно было бы использовать для этой выкристаллизации, он служит оболваниванием. Конечно. Вот что ужасно. А почему? Потому что вот это people хавают лучше, за это готовы на 5 копеек больше. Это враг, враги наши так и делают, чтобы в основном все уперлись в ящик, и, соответственно... Ну, хорошо, а есть у нас вообще друзья, которые могли бы, вот, ну, как бы врагов сказать, ну, знаете, вот вам дали, вы попользовались, а теперь... Это же русское изобретение, телевизор. Ну, и... А у Федерзейн? Ну, телевизоры, может быть, всякие, вот то телевидение, которое сейчас господствует, они, конечно, развращают и принижают, и занижают человеческое существо и личность, но вместе с тем, ведь, вопреки этому потоку грязному через средства массовой информации и телевидению, все же, каждый, ну, в новых поколениях большая масса и детей, и молодежи, которая не заражена им. То есть она формируется в противостоянии этому. Да, так вот я хотел бы все-таки вот непосредственно о самой русской идее. Значит, вот так же, как в человеческом организме, в национальном организме, идея национальная, это есть сверхидеал, это есть идеал. Он может быть, может не быть. Вот если он есть, так же, как и в человеке, человек больше совершенствуется. Так же, как и в национальной. Если он есть, если он формулируется, осознается, либо даже чувствуется хотя бы, то нация, народ, общество, государство все больше и больше развивается и возвышается в своем развитии. Этот сверхидеал не всегда осознается полностью, он может быть не всегда формулируется полностью, он может быть больше чувствуется даже. Или больше реализовываться в других формах самосознания, скажем, в церковности, в градостроительстве, в хозяйстве, в рамостроительстве, в символике народа, в былинах, в сказаниях. Ну и в конце концов наступает такой момент, когда философы, собирая вот это вот все, аккумулируют и формулируют уже сознательно. Это случилось у нас достаточно поздно, начиная вот, что значит достаточно поздно, сказал и вспомнил, что неправда. Началось это все с митрополита Иллариона. Иллариона, конечно. С законной благодати. Конечно. Ведь что он сформулировал? Он сформулировал впервые национальную идею. И как он ее сформулировал? Можно, я современному языку говорю, формула русской идеи, бог и отечество. Он сформулировал назначение Руси, православной Руси. И с тех пор русский человек не может жить без бога и не может жить без своего отечества. Поэтому он всегда встает насмерть за сохранение своей веры и за свое отечество. И ведь так и получалось всегда, что и спасал русский человек себя и свое отечество благодаря вот этому. Благодаря вере, благодаря христианству, благодаря православию. Ведь мы помним, когда фактически была порабощена татаро-монгольским нашествием Русь, и когда была до этого расчленена Русь на различные даже государственные образования, что объединяло? Единая русская православная церковь. Только когда? То есть душа всегда, во-первых, оставалась единой, цельной, и поэтому позволяла воссоединить и государственное тело, и позволяла преодолеть всякого рода нашествия, всякого рода внутреннюю рознь и внешние смертельные угрозы. Вот ориентация вот эта вот осознанно, неосознанно, сильнее, слабее. Ну вот сейчас какая-то эпоха, что не сформулирована задача государства. Вот в чем дело. Сформулирована? Есть вот в моей книге «Миссия России». Последние главы, читайте, пожалуйста, там об этом. Ладно, дочитай. Да, лучше с них начать. Вот, последние главы, именно о формуле и форме русского возрождения. Возрождение, истоки возрождения, ресурсы возрождения, там все это описывается. Ну, понятно, что это моя личная точка зрения, с этим можно поспорить, но это надо отдумывать. Так вот... Да я как бы боюсь, что мне спорить там не с чем будет. Ну, я имею в виду вообще дискуссировать, публично ставить этот вопрос, чтобы обсуждать это. Да нет, а это будет просто... Я даже знаю, в чем будет Полененко заключаться. Ну, это, говорит, бред. Ну, да. Даже как. Вся Полененко заключается в том, что человека, как вы видите, в том, что он бредит. Ну, потому что это говорят, и много. Но это говорят люди, которые вообще не понимают ничего, и для того, чтобы оправдать свое непонимание, в общем-то говоря, глупость. Это как вот там в Твиттере комменты всякие пишут. Ну, просто это удивляешься наивности. Да даже не наивность, а глупость, мракобесие, невежество. Они же не могут себя в этом качестве признать. Поэтому вот они так вот... Ну, дело в том, что человек так раскрывает себя, ну, очень наивно. Да. Ведь помолчишь, за умного сойдешь. Ну, нельзя же так... Простите, но я не помолчу. Так вот, и в этом смысле я описываю в своей работе, что русская идея, она совершенно вот христоцентрична. Я описываю о том, что русская идея пронизана совершенно таким глубочайшим переживанием трипостасного божества, начиная с того, что огромное количество храмов Троицы, Рублевской Троицы, трипостаса. Дальше храмов Спасителю. Вот проникновением самой, как бы, пониманием сущности Бога воплощения, того, что Иисус Христос был и Бог, и человек. И поэтому много храмов, посвященных Спасителю. Русская идея соборна, поэтому вот икона Богородицы, она же, как бы, листворяет собой, так сказать, вот, и соборное человечество, софиологично. А софиология и соборность тут тоже связаны. Иконы даже есть русские, вот, софиология, софии, премудрости Божьей. Вот, и русской идеей, вот, с центром ее является представление Святой Руси. Ведь нельзя сказать, что Святая Русь, вот, когда говоришь иногда об этом, говорят, ну, где ты видел, когда Святую Русь? Назови период, когда была Святая Русь. Ну, понятно, что такого периода не было. Но если бы не было этого сверхидеала, если бы не было бы вот этой ведущей идеи, то история была бы другой совершенно. Надо было бы, она менее человечной была бы, потому что она была бы в глине. Ну, было нечто в народе, в сознании народа, к чему можно апеллировать? Конечно. Сейчас-то вы, к чему? Ну, при всей моей любви и уважении, почтении, снимаю шляпу и скальп к малому бизнесу. Ну, ведь нельзя же апеллировать к малому бизнесу. Ну, да. Ну, давайте умрем все за малый бизнес. Ну, это же не звучит? Конечно. И вот, интересное дело, всякие нации, всякие народы, как-то, есть народы, которые, вот эта национальная идея абсолютно приземленная, абсолютно даже античеловеческая. Мы знаем этот народ сегодня, это вот народ страны Соединенных Штатов, который считается единственными людьми. Они там наиболее приблизны к Богу. Они могут всем навязывать свои идеалы, ценности, свое мироустройство, свою политику и прочее, чем, естественно, войной, насилием. Но, с другой стороны, там огромное количество, миллионы христиан. Конечно. Которые с этим совершенно не согласны. Конечно. Они, к сожалению, побаиваются. Вот, особенно высказываться. Но господствуют, вот, как национальный идеал. Именно этот? Ну, это то, что озвучивает департамент. А это далеко не Америка. Именно этой программой Америка как государство. Как у нас часто говорят, что внутри Садового кольца это не вся Россия. Даже и там, в Америке, то же самое говорят. Там немножко, вот, в чем специфика Америки. Абсолютно большинство жителей Америки вообще не интересует за ее пределами ничего. Они плохо знают, что в мире творится, плохо знают, где какие страны. Но они на острове, далеко. Да, они, вот, они заняты сами собой. Они внешней политикой не интересуются и не занимаются. Внешней политикой занимается некий элитный слой, 2-3 тысячи человек. Человек, политический слой, который этим живет, и который транслирует вот эту установку, и который навязывает государству, стране, армию, доллару и прочее, да, вот эту именно установку порабощения всего мира. Ну, в итоге, так сказать, погибнет и не только эти 2 тысячи человек, а в итоге разрушение вот этой пирамиды грандиозной, и этой империи грандиозной. К сожалению, и очень много людей вполне нормально ориентировано. Но вот я хотел бы обратить внимание, что все-таки в некоторых странах были достаточно возвышенные такие вот идеалы, да, формулированные. Но даже эти возвышенные идеалы меркнут с идеалом Святой Руси. Вот, скажем, добрая Старая Англия. Веками говорят, добрая Старая Англия, да. Вот. Прекрасная Франция. Превыше всего Германия. Сладостная Италия. Это тоже транслировалось веками, вот это представление. И только русский народ называл свою страну Святая Русь. И еще Израиль. Святой Израиль. Так, Святой Израиль. Вот два народа, русский и еврейский, у них идеал был свят. Да. Что сейчас у них выражено в том, что религиозные люди, им просто государство платит деньги, они вполне могут на это существовать и содержать в своей семье по 15 человек детей. Ну, там за каждого ребенка, конечно, платят огромные деньги, можно существовать просто на воспитании детей. Вот. Ну, вот это и говорится о том, что в лице государства они поддерживают Святой Израиль, хотя, ну, понятно, Израиль, он по-своему святость воспринимает, чем Борис и Глеб, допустим. Да, конечно, ну, так же, как вот человека легче всего и мучительнее всего и погибельнее всего для его души, даже не просто физически убить, да, а совратить, лишить его возможности в том числе иметь вот этот вот сверхидеал. А что такое сверхидеал? Понизить этот идеал. Сонизить его. Или вообще лишить. Да, или лишить. Ведь сверхидеал, он всегда ориентирован на сверхидею, ну, на Бога, на Творца Вселенной. Он автоматом просто по определению. Вот. И если человека лишать вот этого, так сказать, не вязать, человек должен сознательно это все понимать делать, да, но просто вот даже приходя в храм, говоря таким не христианским, а обыденным языком, человек получает возможность определенных практик, которые его, внедряют в него этот сверхидеал, это что слышит каждый человек на богослужении? Уникальные совершенно представления, уникальные призывы, сформулированные когда-то идущими от Бога, да? Чаще всего, Господи помилуй. Да, да. Но когда обращение к нему, как, в чем исповедуется, о чем молится, и все это направлено, и все эти практики направлены, и человек становился выше, нравственней, духовней, жизненной. Все. И человек вот этим самым, даже когда не осознает вполне всю совокупность вот этого сверхидеала, он практически к нему движется, практически к нему приближается. И поэтому вот открытие, просто даже сам факт открытия десятков тысяч храмов и многих монастырей, начиная с 90-х годов в России, это открытие фактически духа лечебниц. Вот. Из обычной больницы. Из обычной минуты. Пришел, если во врачебницу, да не исцеленно отыдешь. Каждый исповедитель священник читает это обращение. Да. Понятно, что вот можно критиковать многое в медицине, говорить о том, что не все врачи достойно исполняют свой врачебный долг. Вот. Но если убрать просто все больницы, то люди физически будут вымирать или болеть все. То есть больницы необходимы как институт для того, чтобы телесно лечить. Так же можно сказать о душевных душелечебницах, да, психических лечебницах. Что без них невозможно, хотя там всякое тоже может твориться. Но когда критикуют церковь, когда критикуют и иногда вполне заслуженно каких-то служителей церкви, да, вот, нужно понимать при этом, что благодаря только институту церкви и тому, что он 2000 лет существует, как институт. Представим себе, если бы происходило то, к чему призывают нас в каждую эпоху, призывали церковь, либералы и антицерковная общественность. Надо быть современными. Надо, говоря нашим языком, служить духу века сего, да. Надо реформироваться, надо меняться, надо вводить вот такое-то богословие, сокращать, надо вводить такой-то язык. Вот если бы церковь всегда отвечала бы на эти призывы и реформировалась бы каждый раз по призывам конкретного эпохи, конкретного времени, что бы от нее стало сейчас? Но как в Великобритании? Ничего. Одна форма. А потом скоро и ничего вообще не останется. Если там уже становятся женщины священниками и те же самые священники становятся, как они называются, голубые, вот, вот, то все, это уже не церковь. Это уже не церковь. И получается, что исчезает духа лечебницы. А это значит, что все люди становятся духовно более больными и ущербными. Поэтому просто сам физический факт открытия множества храмов в России, это один из показателей вот этого, того, что я говорил в предыдущей нашей с вами встрече, патриотической революции, переворота духовного. Вот. Дай Бог, чтобы и дальше все это было. Ну и мы, как верные сыны церкви, понимая это, конечно же, все силы отдаем и будем отдавать именно этому. Сохранению предания, сохранение церковности, сохранение всех традиций. А если необходимо вносить какие-то, может быть, изменения, да, то это должно происходить, во-первых, соборно при общем обсуждении, вот, а во-вторых, неспешно. Вот. Ну и я вообще сторонник, может быть, я здесь не прав, что, скажем, возможно, чтобы было бы какое-то разнообразие в церковном служении. Скажем, есть храм или приход, где принято... Это не так и есть. Да, есть. Так я говорю, что это хорошо. Многие же критики говорят, что это нельзя этого делать. У меня несколько храмов. И зависит от того, кто возглавляет сегодня службу по расписанию, службу-то укороченный дней. Вот. У каждого батюшки разная манера. Вот, 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 индивидуально. И различается иногда на 20 минут. В одном, ну, бывает и часами, в одном храме, скажем, принято больше службы монастырского уклада, длинные. Вот. В другом храме, наоборот, другие. Ну, вот, люди выбирают, кому-то ближе это, кому-то легче это, кому-то удобнее. Нет, а потом же есть очень простое. Ну, тебе трудно, там, 3,5 часа. Ну, ты приди на час позже. Вот тебе 2,5. И будешь до конца стоять. Да. Ну, так и получается. Вот у нас в Москве в основном служба в 17 часов начинается вечером. Вот. И... А с работы приходят люди в 6, в 6.15. И остается до конца. А вот вечернюю оставляют, ну, по техническим причинам. А вот я еще хотел, Виктор Владимирович, у вас спросить. Вот. Русская идея. Как вы думаете? Вот если вам вызовут вас на Старую площадь и скажут, все, Виктор Владимирович, будьте любезны. Вот мы вам даем в промтайм на месяц первый канал Телевин. Вот с 8 часов до 9, до новостей, вы расскажите нашему народу о национальной идее. Как вы думаете, какая часть народа способна будет услышать то, что вы говорите мне? И я все-таки, ну, немножко подготовлен к восприятию того, что вы скажете. А вот как остальные люди? Потому что вот очень часто я встречаю, ну, раздел идет прямо внутри семьи. Там жена ходит в церковь, там муж нет. Причем активно так сопротивляется, например. Ну, и так далее, и так далее. То есть вот как? Вот мы, если сейчас предложим, ну, допустим, вот в этом идеалом, который в вашей седой голове уже сложился, как русско-национальная идея, и вот вы возьмете вашу книгу, сделаете из нее конспекты из последних глав, и будете целый месяц транслировать на разные лады, по главам, обдумаете тоже это не спонтанно. Допустим, лето на это уйдет, и вот с сентября начнете. А лучше с октября, когда бархатный сезон кончится. Сколько людей сможет вас воспринять? Ну, людей сможет воспринять, конечно же, недолго. Немного. Сколько процентов вот так вот? Немного, не знаю. Ну, сколько? Четыре или восемь? Я думаю, что сразу еще и меньше. А даже так? Да, вот из общей массы, кто смотрит телевидение. Вот. Но это закваска. Это, во-первых, люди, которые уже тянутся к этому, интересуются этим, понимают это. А потом есть разные профессии. Вот говорят, нельзя одновременно звонить в колокол и возглавлять процессию, да? Вот так же нельзя одновременно по человеческим качествам и ограниченности к человеческой в мире всем, одновременно заниматься высокой такой философской, богословской работой и одновременно учительствовать на эту тему. То есть излагать все эти самые истины популярно. Популяризация – это другая профессия. Нет, я стараюсь это делать. Иногда мне это удается делать. Но все-таки нужно понимать, что для этого нужны другие рецепторы даже, а тем более другие свойства ума. Ну, тогда, допустим, не вы, а, ну, найти такого человека. Ну, среди 140 миллионов найдется такой человек? Я-то думаю, что на самом деле, если это делать, то нужно и мне, и еще кому-то. Только тому-то другому дать больше, естественно, времени, чем мне. Нет, дать вот изложить, кого-то захватить, кого-то заразить. Ну, и читать оглавление, а то читать. Нет, это разные просто передачи должны быть. Разные передачи. Ну, вот, скажем, ведет Третьяков такую передачу, как бы, клуб такой философов, да? Там приглашают философов, и они там обсуждают на высоком философском уровне, правда, и в том числе и современные проблемы. Но такую же передачу смотрят мало, но те, кто смотрит мало, они ведь транслируют это дальше. Ведь тот, кто, по аналогии, скажем, тот, кто сочиняет формулы высшей математики, он дает возможность кому-то дальше уже транслировать это до сопромата и деталей машин. Они формулируют определенные, так сказать, уже формулы для конкретных технологий. Это другой уровень совершенно. Также вот богословие – это наивысший уровень человеческого познания и наиболее всеобъемлющий, и наиболее универсальный. Но богословские формулировки – это ключики, благодаря которым можно открывать различные истины на более низких ступенях человеческого понимания, человеческого сознания, человеческого мировоззрения. Философии, опять же, философии, политологии, культурологии, социологии, и опять вплоть до деталей сопромата машин. Потому что это детали машины сопромата. Хотя, когда я учился в мореходном училище на специальный судомеханик, нам преподаватель говорил, что даже сопромат может жениться. Так сложная такая была вещь. Но нужно понять, что на каждом уровне должны работать специалисты этого уровня. Ведь вспомним, я заканчивал университет философский в 70-е годы кафедры философского факультета, кафедры марсистско-ленинской философии, кафедры диалектического материализма, кафедры исторического материализма, кафедры научного коммунизма, марсистско-ленинской эстетики, марсистско-ленинской этики, научного атеизма. И только одна кафедра занималась философией, кафедра истории и зарубежной философии. когда кафедры русской философии не было. Русской философии вообще не было на философском факультете, а значит и в советской философии. Как вы же там повлим... Но у вас плохо религиозно было, кроме марксистской. Да, и вот в 91-м году диаматчики стали метафизиками, истматчики стали социологами, научно-коммунисты стали политологами, а научно-этоисты стали религоведами. Быстро перелицевались, да. А я, например, работал, и, очевидно, я не один такой, да, с 70-х годов занимаюсь богословией, религиозной философией и русской, и зарубежной, католической, протестантской. То есть я проделал какой-то путь. Они только начали, стартовали в 91-м году. Ну, я и до сегодняшнего дня проделываю какой-то путь. И они для меня, когда я с ними встречаюсь, все академики, которые говорят правильные вещи, но они говорят на уровне лицея. Доктора на уровне старших классов лицея, да, кандидат в наук еще лучше, студенты вообще тех же лучших схватывают, понимаете. Вот что происходит. Но надо понять одну такую страшную вещь, что ведь были уничтожены все эти представления, вот богословие, философия, так же, как кибернетика, так же, как и другие науки, вместе с живыми носителями, вот до 91-го года. Они были все истреблялись. Традиция разрушена, инфраструктура разрушена. Когда я приезжал в Европу и беседовал, встречался со своими коллегами, философами, богословами, политологами, что такое университет в Европе? Там первый факультет при его образовании несколько сто лет назад был факультет теологии. Это значит, инфраструктура существует. Это значит, существуют кафедры, существуют публикации, существуют конференции, в конце концов, зарплаты и пенсии. У нас впервые, несколько лет назад, первый открылся факультет богословия в Государственном университете, в Тверском. И совсем недавно внесли в реестр Министерства образования профессию богословия. То есть у нас это только все еще восстанавливается. Восстанавливается. И то после более 20-летней битвы. Конечно, конечно. Потому что враг не дремлет. Они же чувствуют, откуда эта опасность идет. Поэтому для того, чтобы возродить представление о национальной идее и русской идее, необходима не только большая просветительская работа одиночных творцов в этой области, но и бороться за институты. Бороться за то, чтобы институты как структуры, общественные, государственные, чтобы вот эта жизненная инфраструктура, воссоздание этой традиции тоже возрождалось. Потому что сейчас же не редко, ну вот, скажем, те же самые факультеты или, например, преподаватели богословия, еще вчерашние, так сказать, коммунисты, вот, они же ведь всякую хинею еще несут в эти школы по инерции, да? Значит, соответственно, какие-то существующие уже негосударственные православные институты и университеты должны быть нацелены на то, чтобы готовить не только служителей церкви и людей, которые посвящают себе там богословию, изучению философии, но и потом преподавали в государственных университетах, в государственных вузах это. То есть возрождать традицию и те самые представления от эстетических ее форм до философско-богословских русской идеи через создание в том числе инфраструктуры этого. Вот это очень важная задача. Я вот почему на прошлой вашей встрече говорил, что я считаю, что это уникальное совершенно, уникальное начинание, попытка создания моим другом Александром Буренковым института или университета имени Данилевского. И там же предполагается естественная кафедра философии, кафедра философии, богословия, куда мне в частности предлагается работать. Пойдете? Ну, если будет создано, конечно. Но ведь это колоссально важно. Вот люди борются сами. Я с Сашей знаком лет 25. Естественно, он пришел к этим представлениям, где-то в конце 90-х годов. Но он интенсивно развивается, как и все его окружения, все его друзья. И уже сами пришли к тому, что не только они что-то получают от воцерковления и от возвращения к традициям кустоков, но они хотят дальше нести. Это великое дело. И всячески нужно поддерживать вот это начинание. С этим трудно не согласиться. Но практически, например, такой тезис. Надо бороться. И очень часто получается, что ты борешься за государственными структурами. С чиновниками. Ну, это же чиновник, он часть государственной структуры. Да. К сожалению, в состоянии чиновничества никакой поддержки в основном, а мешать мешают, да. Ну вот. И с ними приходится бороться, да. Причем очень сильно коррумпированы, очень сильно ориентированы, прежде всего, на власть и на деньги. И поэтому, ограничивая себя и свое мировоззрение, и свою установку как чиновника, вот этим, они абсолютно разрушительны, контрпродуктивны, контрпродуктивны вот в своих действиях. Вот часто ты с этим, когда сталкиваешься, вот стеклянный взгляд, а это зачем? Ничего не понимает. Ничего не... Вот что ни говори, ничего не понимает. Либо так улыбаясь, благожелательно будет кивать головой. Да-да-да, конечно, да-да-да, конечно, Виктор Владимирович, мы понимаем. И все. И после этого ничего, пустота полная. Потому что другие шкурные интересы. Но здесь тоже я заметил, чем более молодой контингент чиновников, тем он более национально ориентирован, тем более патриотично ориентирован, тем более уже воцерковлен. Вот, ну, не зря работаете. И через ваш приход, как и через приходы, ведь прошли уже целые поколения, и они уже и во власти, и прочее. И в предпринимательстве. И они же, проходя ваш приход и приходы, как духолечебницы. Ведь они же вышли в жизни, в мир уже другими. Вот на все эти вещи, оказывается, требуется вообще десятилетия. Меня вот больше всего мучает один вопрос. А хватит ли у России вообще время? При условии, что вот не дремлют? Вы понимаете, вот наша история России показывает, что русский народ, а Россия — это русский народ, Россия — государство, русский народ — государство образующее. Никуда не денешься. Конечно, сохраняя, объединяя множество этносов и множество народов. Но он ведь выживал всегда во времена самых страшных катастроф, после которых фактически физически истреблялись все другие народы. При этом он всякий раз после очередной катастрофы выходил еще более могучим. Так было всегда. Хорошо. И так, я надеюсь, будет сейчас. Ну вот, у нас сейчас, у русского народа, есть возможность записать в основной закон нашего народа, что Россия — это русское унитарное государство. При сохранении всей любви и уважения ко всем двумстам народам, которые населяют нашу землю, и, так сказать, мы никакие не старшие братья, не младшие, мы просто это вот... Ну, да. Что это государство русское? Ну, нет, возможно, сейчас. Но, во-первых, мы к этому должны стремиться, и не только как сверхидеи, а как реальности. А почему? Это же реальность. Ну, все же понимают. У нас, ну, второй этнос за русскими — этнос татарский. После русских. Но все-таки государство, в нем все участвовали. Ну, абсолютно все народы участвовали в строительстве государства. Но все-таки, ну, несоизмеримое участие, допустим, удмуртского народа и великороссского. Ну, несоизмеримое. Вот, безусловно, к этому мы придем. Вот какие-то... Нет, ну, может быть, и не придем. Но не сегодня. А почему? А потому что все такого рода изменения, они требуют, вы правы, более десятилетия. А помимо того, десятилетия нас истребляли. А есть у нас эти десятилетия? А вот смотрите, вот все-таки тест своего рода. Вот я говорил о патриотическом форуме молодежи. Примерно две с половиной тысячи человек, да, со всей России. Вот я выдвинул прямо в зал, вопреки президиуму, там, руководителям, потребую заменить обращение россияне, обращение русские, русский народ, граждане России. Примерно резолюцию приняли, поддержали, молодежь поддержала. Хотя, я говорю, там не все были православные. Вот. Поэтому это тест своего рода. Значит, вот это поколение это вернет. А мы им помогаем сейчас. Мы в них сейчас эти вот внедряем эти истины. Вот. Поэтому, первое, мы находимся в очень тяжелых, конечно, условиях сейчас. И борьба сейчас смертельна за существование русской православной цивилизации как таковой. Вот им цивилизация. Самое жалкое, что вот, ну, вот была Византия. Это центр мировой культуры, науки, военного дела, ну, и всякого вида искусства. Ну, самый центр, столица. Теперь что? Осталась небольшая группа памятников. А ведь это был центр. Вселенной. Да. Так вот, наше мощное государство. У нас население сокращается. Народ стареет. Правительство вынуждено увеличивать срок выхода на пенсию. Урезать бюджеты разных направлений. Это же совершенно... А тут и чего-то катастрофа с поджогами там. Это же все на шее государства ложится. И так далее, и так далее. И очень такого всего много. Да. Но есть и другое. Положительная динамика тоже есть. Ведь рождаемость увеличивается с каждым годом. Это факт. У меня жена работает в роддоме, она неонатолог. Или микропедиатр. Она принимает новорожденных. И она видит это, что... Вообще-то, это такой конверт, где... То есть рождаемость в Москве очень сильно увеличивается. Хотя тут много и приезжих, но и среди самих москвичей тоже. То... А количество абортов тоже не уменьшается. А в 90-е годы сколько вымирало? Ведь очень важен факт, что... Нет, тогда было, ну, во-первых, гораздо большее количество самоубийств. Да. Гораздо. Ну, а потом в 90-е годы, я же помню, был просто голод. Да. Вот и месяц тем... И потом люди не получали часто медицинской никакой помощи. Это ведь сейчас за последние 20 лет ну, кардиологическая медицина, она взяла огромный шаг вперед. А это основные заболевания. Много у нас, ну, даже продолжительность жизни населения увеличилась. Но в целом вот очень многие вещи подстегивают Россию, например, введение контрактной военной службы. Это отчего? Молодежи не хватает. Ну, и просто современная армия не должна быть контрактной в основном. Ну, это опять, это же только такая, в общем, мифологема. Потому что вот 30-летний мужика вообще дисциплине подвергнуть, это очень серьезное испытание. Ну, если он с 18 лет и подвержен ей, то в 30 лет он тоже ей подвергнут. Ну, если с 18. Ну, а контрактников таких берут только, которые уже прошли. Да, так вот, совершенно с вами согласен. это вот... Вот меня просто, ну, как он, ну, человек болеющий, я вот ту цивилизацию, которую русские построили, именно русские построили. Да. Конечно, теперь есть у нас и казанская опера, там, ну, и все, что угодно, там, бурятские ансамбли, я уж не говорю, украинская культура целая. Вот. Но вот эта цивилизация, она может исчезнуть именно в силу того, что мы, вот, ну, допустим, при Николае II на 60 миллионов увеличилось население страны. А разве была такая медицина, как сейчас? Да никакого сравнения. Ну, на 60 миллионов, а человек прожил 50 лет всего. Дальше убили. Ну, вот. Очень, но вы говорите о вещах очень важных и трагических. Ну, вот, дело в том, что вот мне тоже удивляет, ну, почему государство не занимается пропагандой вещей, которые бы способствовали процветанию и расцвету государства и превращению в могущественное государство. Ведь это зависит не только от количества и качества вооружения, а от количества и качества народа. Нужно, во-первых, родить, а, во-вторых, выкормить, а, в-третьих, воспитать. Вот, триада. Я хотел бы обратить внимание, целиком согласен со всем, что вы говорите, еще один аспект очень важный, а именно, что рождаемость, конечно, зависит от всего, что вы сейчас рассказали, и от материальной стороны жизни, и от уровня жизни, и от забот государства, и от финансирования того же здравоохранения и сохранения материнства и детства, но вот в общем, если посмотреть как бы с высоты птичьего полета на жизнь национально-государственного организма, а он организм, у него есть своя душа, поэтому есть свои идеалы в этой душе, есть сверхидеалы, то есть вот национальная идея, русская идея, то народ больше вымирает, спивается и деградирует, когда у народа отсутствует смысл жизни. Конечно. В эти периоды. Когда нет осознания вот этого, как раз о чем мы говорим в русской идее, национального идеала, а если он появляется, то даже при сохранении еще инерционного сохранения вот тех, низкого уровня всех тех аспектов материальных, о которых вы говорили, медицина, пенсии, все остальное, происходит некий порыв, стремление. Но идеалу нужно, во-первых, его, ну как бы, сформулировать, во-вторых, его показать, а в-третьих, ему идеалу научить. Да. Так это церковь и делает. Ну, церковь. У нас, знаете, нам нужно на наше отечество 300 тысяч церквей, а у нас всего 30. Еще в 10 раз больше надо церквистам. Надо. дошагово и доступно. Да, конечно. Как булочное, прачечное. Да. Только это нужно кормить хлебом небесным и стирать душу. А получается, что тряпкам, к чистоте тряпок лучше относимся, чем к чистоте души. И находятся люди, которые там протестуют, а вот мы не хотим, чтобы храм строили. Нам тут нет, прям вот не боятся сказать, негде собак выгуливать. Нормально? Да, безусловно, для этого требуется десятилетие, для всего, достижения всего того, о чем вы говорите. Но бывают периоды в истории, когда это достигается значительно быстрее, особенно вот у русского народа, а именно в ситуации смертельной опасности, ответом на которую является сверхнапряжение русского народа. Только он тем и выжил, что он в ответ на смертельные опасности проявлял это сверхнапряжение, стремляясь к сверхидеалу и достигал каких-то цивилизационных преимуществ вопреки всем законам мира сего. За короткие сроки. Но мне кажется, что мы подошли вот к этой зоне сверх вот этой опасности. Конечно. Так не смертельная опасность. Безусловно смертельная опасность. Помните, я как-то на одной беседе с вами вот я говорил о том, что есть как бы формула русской победы, которая заключается в следующем, что русский народ, он склонен к сверхдемобилизации и демобилизации. Потому что всякий организм, вот спортсмен, после того, как рекорд установил, он же должен демобилизоваться, отдохнуть. Также русский народ, живя на земле, просто производя в этих невероятно суровых условиях, летом проявлял, крестьянство проявляло сверхмобилизацию, зимой демобилизацию, например. И также в общенациональном масштабе, когда возникало для сверхмобилизации в национальном масштабе следующий фактор наличие смертельной угрозы, сейчас налицо. Второй фактор осознание элиты и общества, думающим со слоями общества, этой смертельной опасности, формулирование ответа на нее, то есть национальной идеи в современном ее выражении. Следующий условие трансляция этой идеала власти и когда власть обращается к народу братья и сестры, в момент смертельной опасности народ проявляет сверхмобилизацию и побеждает. Вот такая формула всей русской истории. И мы находимся где-то вот на четвертом сейчас этапе, когда этот сверхидеал, одновременно кристаллизуясь и одновременно формулируясь, транслируется в правящие сословия. Мы с вами при этом присутствовали в Совете Федерации. И дальше ждем, когда наш национальный лидер настолько осознает это, что на встрече с народом будет говорить не только о том, что он поддерживает политику Центрального банка и экономического блока правительства, но осознавая эту смертельную угрозу, обратиться с этим сверхпризывом и обратиться с чем? Что русские люди или даже, как Сталин говорил, братья и сестры, вынуждены были говорить это, да? Вот. Он же, когда издал свой приказ, вот, когда столицу чуть было не взяли, он начинал со слова «Сим утверждаю» древнее русское слово, да? Сразу архетипы пошли в народ. Братья и сестры, «Сим утверждаю», да? Так же вот и сейчас мы ждем, что будет сказано что-то типа следующего, что перед нами смертельная угроза. Мы с вами должны не только самосохраниться, а мы должны, самосохраняя себя, принести миру совершенно новую истину. Спасение мира от всех тех угроз, которые несет вот эта цивилизация, гибнущая западная цивилизация всему миру, по всем измерениям, другую форму цивилизации на основе наших традиций, на основе, и прежде всего, соборного человечества, единства, многообразия. Ну, как-то мне так вот это представляется. Отлично. Да будет так. Братья и сестры, к сожалению, опять наша передача закончилась. Спасибо вам за ваше внимание. Я думаю, вам было достаточно интересно. Спасибо, дорогой Виктор Владимирович. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.